привет друзья сегодняшняя тема моего прямого эфира будет посвящена предстоящим митингам и прогулкам как которым объявил лидер мирно-оппозиционного движения демократического группы Казахстана Мухтар Кабулыч Абвязов этот мирные митинги и мирные прогулки были объявлены в преддвериях предстоящих праздников о котором казахстанский режим объявил праздниками что очень трудно в моем понимании назвать это праздниками я имею ввиду 7 мая день защитников отечества и 9 мая дня победы я сейчас вам объясню ребята почему я их не считаю праздниками что касается 7 мая который казахстанский режим назарбаевский режим объявил как днем защитника отечества еще много лет назад и что такое отечество в моем понимании отечество это когда нации сплоченные когда нации сплоченные вокруг своего правительства вокруг своего руководителя страны но на самом деле отечество назарбаевский режим они опорочили это слово отечество сегодня отечество в их понимании это их не власть безмерная безграничная власть и поэтому я не считаю что 7 мая это день праздника потому что защитники отечества в моем понимании потому что я родился и вырос в Советском Союзе для меня всегда было 23 февраля мы тоже искренне верили в этот праздник что мы являемся действительно защитниками Родины и нас воспитывали в этом духе чтобы защищать свою страну от внешних агрессоров но что в реальности получилось в реальности получилось мы даже не заметили как мы сами стали агрессорами я имею ввиду Советский Союз и просто в итоге Советский Союз просто развалился от собственной тяжести от собственной глупости тогдашнего коммунистического режима и сегодня к сожалению коммунисты они еще находятся у власти что в России, что в Белоруссии, что в Казахстане эти бывшие коммунисты они продолжают бывшие коммунисты бывшие НКВДшники они продолжают управлять нашими странами они продолжают подавлять собственный народ они продолжают грабить собственную страну но при этом предоставляя международное сообщество о том, что они якобы стоят на демократическом пути развития страны это 30-летнее развитие нашего Казахстана разруха, которая сегодня царит у нас в экономике в Казахстане это свидетельствует тому, что коммунисты также ведут нашу страну к экономическому краху к политическому краху к уничтожению собственного народа поэтому сегодня, дорогие друзья я совершенно официально, совершенно ответственно заявляю о том что 7 мая это никакой день не праздника и тем более не день защитника Отечества потому что защищать нам страну нашу от внешних врагов не от кого враги уже сидят у нас в стране, уже у власти поэтому они уничтожили экономику они узурпировали власть и поэтому я сегодня хотел бы обратиться прежде всего к мужчинам что сегодня защитник Отечества это тот мужчина, тот защитник, который защищает прежде всего свое человеческое достоинство свои права права своего народа право на достойную жизнь право на достойную работу и поэтому вот тот призыв лидера мирного оппозиционного движения ДВК я всецело поддерживаю и мы должны выходить на митинги выходить на прогулки в своих парках, в своих скверах во всех городах, по всей стране таким образом мы должны проявить свою солидарность что мы солидарны с теми гражданами гражданскими истинными патриотами своей страны которые сегодня сидят в тюрьмах по приказу преступника Назарбаева и поэтому мы сегодня сегодня этот день то есть 7 мая это ни в коем случае не будет являться днем праздника праздник будет тогда, когда режим Назарбаевский этот преступный режим этот антинародный режим падет, вот тогда будут уже настоящие праздники и тогда мы действительно будем считать это днем праздника 9 мая 9 мая друзья мои для меня этот день когда-то тоже являлся праздником большим праздником потому что мы все искренне верили в том что мы действительно победили мы действительно победили такого лютого врага как фашистский режим нацистский режим но что в итоге получилось когда мы начали изучать историю истинную историю начала этой войны то мы все поняли осознали весь мир осознал это что инициатором или зачинщиком этой войны был фашистский режим Гитлера в Германии и коммунистический режим Сталина именно эти два злодея именно эти два тирана учинили в мире в такую вот вторую мировую войну в результате которого только в Советском Союзе по последним данным погибло более 40 миллионов человек и поэтому этот день сегодняшнего дня и далее я всегда буду считать это днем скорби днем памяти по тем погибшим невинным солдатам людям которые сражались за свою родину но при этом пропаганда тогдашняя говорила о том что это мы сражаемся за свою родину но это все было оказалось ложью поэтому это день 9 мая в моем понимании день прежде всего скорби день памяти по погибшим солдатам в том числе мои близкие родственники мой дедушка воевал на фронтах Второй мировой войны и очень много мне в детстве рассказывал про те ужасы которые происходили как со стороны фашистской Германии так и со стороны Советской Армии и поэтому я совершенно официально и ответственно говорю что это не день не праздник это день скорби и памяти в итоге эти два праздника сегодня именно в предстоящие праздники которые объявили наши диктаторские режимы в преддвериях то есть вот эти митинги в преддвериях так называемых праздников мы должны бороться сегодня за свои права потому что казалось бы победители в этой войне должны жить богато экономика должна быть богатая в итоге что получается так же коммунисты управляются страной бездарно управляются страной так же грабят эту страну и поэтому для меня совершенно очевидно что что именно наш режим казахстанский в данном случае является истинным врагом казахстанского народа нашей страны и поэтому мы должны добиваться мирным путем добиваться смены этого назарбаевского режима ибо этот режим ведет нашу страну наш народ к огромной пропасти и что мы должны прежде всего подумать о своих детях о будущем наших детей о будущем нашем поколении что мы оставим после себя им но с этим назарбаевским режимом мы точно у нашей страны не будет и нашего народа тоже не будет потому что мы полностью то есть режим полностью уничтожает нашу страну я часто слышу о том что из уст того же самого Джамбулата Мамай о том что вот нет экспансии Китая нету земля не продается мы не отдадим ни клочка земли китайцам или прочим иностранным инвесторам но Джамбулат Мамай земля уже давно продана и никто не собирается ее захватывать продали ее как раз таки назарбаевский режим как раз таки сам назарбаев и поэтому преступление уже совершилось у нас еще раз говорю внешних врагов у Казахстана нету это не Россия не Китай они не собираются на нас нападать ни в коем случае мы полностью зависим от них экономически прежде всего поэтому им важно чтобы наша страна была нищей и когда нищей мы всегда будем зависимы естественно от таких стран соседних стран с такими диктаторскими режимами поэтому эта риторика она устарелая она не работает сегодня нужно бороться сегодня за наши прежде всего человеческие права за смену этой власти за за демократические преобразования в стране за свободу политическим заключенным которые сегодня уже томятся в тюрьмах которые сегодня нуждаются в помощи и поэтому вот эти предстоящие объявленные митинги прогулки это единственный наш путь для того чтобы мы наконец-то оберели свободу наконец-то могли построить именно богатую экономическую экономически богатую страну сильную страну с сильной армией и поэтому я являюсь как сторонником мирно-оппозиционное движение демократических выборов Казахстана всецело поддерживаю эту инициативу о том чтобы проводить митинги и прогулки каждые выходные каждую субботу каждую пятницу каждое воскресенье и в знак солидарности в знак протеста мы все должны просто использовать синие цвета вот как сейчас на мне одета такая футболка синего цвета кто-то может выходить с серними шарами женщины могут одевать синие платья синие косынки синие платки это все будет говорить о том что мы таким образом мирно показываем что мы против курса этого назарбаевского режима который ведет нас к уничтожению который ведет к нашу страну к разрухе и я конечно понимаю что сегодняшний назарбаевский режим ведет по всей стране массовые репрессии в отношении гражданских активистов которые сегодня открыто выступают открыто призывают к митингам открыто публикуют в социальных сетях свои анти посты против назарбаевского режима и которых преследуют сегодня мы знаем много фактов когда казахстанский режим блокирует интернет сегодня они пытаются всячески взять интернет под контроль я сам являюсь примером того что того что мне пытаются запретить использовать фейсбук использовать социальные сети и за критики вот этого преступного режима вернее всего его деяний преступных деяний этого назарбаевского режима я против этого потому что я как и много здравомыслящие мыслящие граждане казахстана я желаю и хочу изменений в этой стране чтобы наша страна стала демократической свободной страной основные требования которые были озвучены Мутра Кабулыча это конечно прежде всего мы будем требовать освобождения всех политических заключенных которые у нас сегодня томятся в тюрьмах это соблюдение всех гражданских прав и свобод о котором говорится в резолюции Европарламента должны требовать исполнения этой резолюции ну конечно сейчас вот в условиях пандемии которые назарбаевский режим использует по максимуму использует для подавления гражданского общества для подавления гражданской активности и при этом еще превратив по сути казахстанский народ в свое родо как эксперимент российский как предмет для эксперимента российской вакцины в в Казахстане поэтому мы против этого принудительной вакцинации это должна быть добровольная вакцинация и вакцинация должна быть ведь наша страна назарбаев как они декларируют это богатая страна они сами богатые во всех этих списках форбса это вакцины купить им вообще не стоит для 18 миллионов человек в Казахстане вообще ничто не стоит если бы они купили бы например американские вакцины или европейские вакцины которые уже одобрены всемирной организацией здравоохранения но не впихивать нам этот путинский вакцину которая не опробована которая не одобрена которую мы не знаем из чего она сделана насколько она влияет и стоит огромных денег и какие это скрытые траты бюджетных денег народных денег на эту вакцину мы тоже не знаем об этом поэтому мы об этом говорим что мы против этой вакцинации ну и конечно как вы знаете авторитарные режимы как мы всегда об этом и говорим Мухтар Кабулыч об этом всегда говорит авторитарные режимы они не способны строить страну они не созидатели они разрушители все что их интересует их только интересует личная власть и личная нажива поэтому они разрушили экономику нашей страны они уничтожили фабрики заводы и поэтому в Казахстане сегодня ничего не производится все у нас приводится из-за рубежа но этот поток торговый поток поставку продуктов первой необходимости все это контролируется семьей Назарбаевой поэтому цены которые мы видим приходим в магазины или приходим на рынки мы видим цены высокие цены это все вина Назарбаевской семьи Назарбаева лично за то что он за 30 лет разрушил все в этой стране которое ему досталось еще от его представитель предыдущего руководителя Казахстана легендарного и великого человека как Кунаев он наследовал Венисио Назарбаев наследовал от Кунаева огромную экономику с нулевым задолженностью между внешних никаких не было внешних заемов экономика была развита как тяжелая так и легкая промышленность но все за 30 лет все уничтожено поэтому я сегодня говорю что этот Назарбаев он преступник он разрушил потому что не может враги внешне прийти и разрушить эту страну зачем когда свой есть ихний сатрап который все делает собственными руками разрушает экономику уничтожает собственный народ это конечно устраивает такие как коммунистический режим Китая и диктаторский режим России этот майские майские дни мы должны использовать именно в защиту вот своих прежде всего личных прав за будущее наших детей поэтому каждые выходные мы должны выходить на прогулки мы должны выходить на площади просто одевать вот такие в знак солидарности вот синего цвета одежду или какие-то атрибутику для того что мы тем самым будем передавать такой месседж что мы хотим изменений в этой стране мы хотим изменений к лучшему мы хотим свободы прежде всего конечно я обращаюсь к своим землякам из западно-казахстанской области из города Оксая чтобы мы поддержали самих себя прежде всего и вышли на эти прогулки на площади и скверы которые у нас есть в уральске красивые места как парк Кирова как площадь под названием Нур-Султан который находится в районе седьмого микрорайона это как раз таки символически что мы будем добиваться в будущем чтобы все названия с именем этого диктатора кровавого диктатора со временем мы должны стереть это с памяти нашей истории современного Казахстана о том что именно этот человек является главным разрушителем нашей страны потери независимости экономической независимости политической независимости поэтому все что связано с названием Нур-Султаном мы будем все это в будущем мы обязательно переименуем но сегодня эти площади под названием Нур-Султан Назарбаева как раз таки должны стать тем местом где люди должны собираться и показывать всяческую свое несогласие с курсом и политикой диктаторского режима Назарбаева как вы знаете друзья что такая же проблема у нас и происходит в России и в Белоруссии где путинский режим и белорукашинский режим подавляют собственное гражданское общество поэтому у нас у всех беда одна поэтому мы тоже по примеру белорусов по примеру россиян мы должны бороться с этим режимом и с этими режимами диктаторскими и поэтому мы всячески желаем мыслящему свободолюбивому российскому народу белорусскому народу всяческую выражаем всяческую поддержку и также казахстанцы должны присоединиться к этим акциям протеста которые проходят в России в Белоруссии по их примеру мы будем также выходить на прогулки на митинги поэтому я поддерживаю эту идею об этих митингах и прогулках за свободу и демократию надо бороться ни одна страна не добивалась успеха вот именно в защите своих прав и вот этот пример который Мутрак Абулыч привел в предыдущих своих эфирах о том что даже здесь в Соединенных Штатах африканское вот афроамериканское население Соединенных Штатов боролись за свои права именно тоже таким же образом они мирно показывали о том что они не согласны с условиями российским с расизмом или политикой сегрегации и поэтому они выходили такие проводили креативные протесты в итоге они добились своего что сегодня в Соединенных Штатах является самой демократической страной в мире конечно в таких демократических странах тоже есть свои проблемы но общество и государство борется с этим они все время находятся в стадии развития и усовершенствования именно правового государства поэтому в итоге они все равно являются самой свободной в мире самой демократической И я хотел бы тоже, чтобы у нас в Казахстане, именно казахстанцы должны проявлять именно такую солидарность с тем, что сегодня солидарность проявить прежде всего тем семьям и гражданским активистам, которые находятся сегодня в заключении и борясь именно за наши права. Вот сегодняшний эфир, дорогие друзья, именно посвящается, я посвятил именно предстоящим этим мирным прогулкам, мирным митингам. Только так мы можем сегодня победить этот режим, только так мы можем что-то изменить. Без участия нашего народа в строительстве вот этой свободной страны невозможно построить страну. И поэтому, дорогие друзья, наши требования очень просты. Это свобода политическим заключенным, это исполнение резолюции Европарламента, это остановить цены, повышение цен по причине того, что Назарбаевский режим это делает для того, чтобы пополнять свою личную казну. Ну и, конечно, мы против принудительной вакцинации. Поэтому сегодняшний мой эфир был посвящен именно этому, дорогие друзья. Так что давайте будем активными, давайте будем солидарны. И, в общем-то, основной месседж, который я сегодня хотел вам передать, друзья, именно это. Ну, как я сказал, что эти мирные митинги не будут проходить где-то на улицах или каких-то таких известных площадях. Это будут проходить именно в парках, парках отдыха, где собирается много народу, где люди приходят туда отдыхать. Это будет прогулкой, поэтому мы должны всем показывать нашему обществу, что нам судьба нашей страны небезразлична. Поэтому, дорогие друзья, выходим на эти прогулки и на эти митинги мирные. Только так мы можем сменить этот преступный режим Назарбаева. Спасибо большое. Алга, Казахстан.